Ой, что у нас там было-то ценное... А, финалочка, финалочка секира почему-то не записалась на ютубе. Короче, для тех, кто смотрит в записи, спустя довольно серьезное время, где-то с... почти с месяцок, мы возвращаемся к метро. Ну, в этот месяц было много других трансляций, и секиры, и горшок, и поиграли в ФФА довольно много с околом, даже умудрялись выделять время на PUBG. В общем, каждый вечер, практически каждый вечер, что-то было интересное. Но метро у нас хвост по метру. Вот, поэтому продолжаем. Я нажал продолжить или новую игру? Доставил карты на базу. Каспий, все нормально. На их расшифровку потребуется время, так что выбирать новый пункт назначения пока рано. А, вот так даже. Тем более, что у нас есть более насущные проблемы. Большинство ребят слегли от жары и обезвоживания. А в Роре, чтобы сдвинуться с места, нужно много воды и топлива. Все это есть у местного бандитского главаря, барона. Но делиться он не спешит. Учитывая нашу тяжелую ситуацию и опыт общения с нефтяниками, полковник принял решение взять все силой. Дамир уже отправился на разведку к их главному источнику, откуда можно угнать целую цистерну воды. Я должен встретиться с ним неподалеку от источника. Да, окей. Это как его? Привет. Новые наушники? Не, ну как они сравнить? Новые месяца 4, наверное. Ой, сейчас чихну. Говорил же. Так, пока есть опция, я сделаю альтап и выключу предпросмотр в УБС. Спасибо. Это аллергически, все нормально. Коты вокруг обложили, гада. Привет, Квинг. Тоже на свет чихаешь? У всех такой рефлекс. Если вот не хватает немножечко, то посмотреть на свет и все. Ой, ема... Я вспомнил, где мы остановились. Да, да, да. Сейчас типа по стелсу, да? Так, что у меня по пушкам? Я ж сто лет не играл. Значит, калаш. Так, как там хаткей? Там... Почему не подкачано? Как подкачано? Ой, фонарик. Ага. Так. Блин, тап. Тап, это кушка. Значит, это сюда, это сюда. Представляете, больше всего патронов. Ага, классно. Все, все. Я... Ножи, главное, вспомнил, как метать. Да нету никого, ну. Кому так делать нехер, а сюда опереться. Лохматые за своих спишутся. Слушай, а че нам его тупо не завали? Блин, там эти же... Что из одного лохматого? Э, салага, ты еще... Раз, два, три. К таким особый подход нужен. Тут барон фишку рубит, как никто. А че за подход такой? Ну че, купит его барон с потрохами. И будет этот лохматый записным мартухаем. Да ну. Ну а че, думаешь, первый раз? Если завалим его, будет у них мучеником. А вот если за нас топить начнет, уж совсем другая история. Всем лохматым правильный пример, понял? Понял. Да, надо, чтобы они... По крайней мере, развернулись друг от друга. И чего я тут забыл? Тут разве только пулю, как дурак поймаешь. А толку ноль. Разошлись уже. Блин, собачки уже бегут. Блин. Там еще ж сзади будут идти. Да, и псы меня беспокоят. Так, а по поводу... А как там крафтить, друзья? Какая там кнопка выхода в этот? Подскажите, пожалуйста, в... То ли K, то ли M... Класс. Молодец. Инвентарь. Инвентарь меня интересует. Блин, сто лет уже. Друзья, выручайте. Какая кнопка? Кто хорошо помнит? Ай, я вроде жал. А, надо зажать ее точно, блин. Зажать же нужно. Пару аптек сделаем просто. А то я сразу нажал инвентарь, но... Но забыл, что... Тут все не так-то просто. Кушечка, да? Вот так надо было проверить. Там псы были. Первый. Если я дальше пройду, точнее, когда я пройду дальше... Появятся новые. Ну ладно, я не против. Хорошо, что они разговаривают прям удобно. Мы же не считаем людей, правильно, здесь? Где-то вот сейчас по скрипту появляются сзади люди. Он прям здесь, рядышком топает. Вот она. Я, соответственно, не знаю, как тут быть. Что сзади сейчас? Да ладно. Собака пробежала. Люди идут. Блин. Ну понеслась, короче. Ай-яй-яй. У-у-у, отлично. Хаос, просто хаос. Вообще наук, похоже. Пушечком. Ага. Тихо. Тихо. Ага, еще один. Надо мной. Как они меня видят? Да, внизу он был. Вон. А, нет, это демоны и влетают. Еще трое впереди. Где? Блин. Вон там он был, внизу. А, вон, увидел. А, нет, ярус чуть повыше. Да, надо по-хорошему. Барон говорить будет. Всем слушать! Барон говорит! Они вон там были. Да, мужики, разговор для своих. Так что лохматых от родеек подальше. Все воно? Хорошо. Угу. Прошла. Дошло за меня. Катало звонил. Так. Я зря Егорку потного сжег. Егорка потный. Егорка был малый, четкий, резкий. Я не знаю, можно ли здесь запрыгнуть. Похоже, что можно. И они прямо здесь были. Да, только сюда не забраться никаким образом. А, нет, можно, смотрите-ка. Вижу. Вижу еще одного. Влево убежал он. Вон он. Хорошо. Ну, то есть, нормально. О, там еще один. Прям там же. Да ладно, ты живучи как вы. Я виноват, конечно, здесь. Так намазал. Так. Есть кто-то еще, интересно. Да, кажется, по свету, судя, вот там вот есть еще кто-то. Видите? Гуляет он там. И пещера вокруг. О, там народу трындец. О, там народу трындец. А этого, типа, спасти надо. А один снизу. Блин, мне не нравятся тут пещерки. Так, а как у нас фонарик-то? Давай сначала так. Змея. Так, фонарик. Ф. Блин. Женя бы, конечно, в шоке был от этого. Так, ну, собираем. Кому здесь придет в голову? Вообще, заползла. Ой, сокол, привет. До метро у нас-то чего? Метро. Метро. Летают еще демоны сверху. Эй, ты, положи оружие и выходи с поднятыми руками. А вон он. Что это такое? Я опять ходки перепутал. Вижу его. Блин, но... Не хватало мне его, конечно. Молодец какой. Так, ну это не последние еще. Еще будут люди. Ну, потому что они обычно сдаются, если... Но, учитывая то, что убить здесь могут одним выстрелом... Так, ладно. Раз, два, три. Датчик движения пищит о том, что еще три человека. Здесь, по сути, только этот один. А, он все. Вон, все. Ладно, собираем. Система лутания тут, конечно, тоже такая специфичная. То есть, ты должен сначала подойти, собрать патроны, а потом... Зажать еще на какое-то время и собрать еще... Но почти обязательно. То есть, можно, конечно, не собирать второй раз. Особенно, если там модов нет на пушке. Никаких. Вот. Но, по-хорошему, даже если там модов нет никаких, ты все равно можешь собрать и получить детальки. Да, если бы сложновато было бы... Ну, прям вломиться на них. Ладно. YouTube гуф? Да ладно. Ладно, сейчас давайте я по-быстрому... Надо сначала эту информацию подтвердить, потому что... Так, ладно, я пока возвращаюсь к игре. Тихо! Что это было за выстрел? Вы слышали? Как будто вплотную кто-то... Вы издеваетесь. Там никого. Как будто стрельнул кто-то недалеко совсем. Может, он застрелился просто? Так, ну давайте... Дневник посмотрим. Так, а как у нас... Журнал? Нет. Инвентарь? Может быть, в инвентаре? Нет, не в инвентаре. Слушайте, а как посмотреть, пожалуйста... Скажите... Последние записи дневника. Вроде... Журнал... Джей был, нет? Может и нет. Сейчас напишут. Спасибо, друзья. Ну, просто я месяц не играл в него. Тут хотки и такие. Тап? Тап? Не, не тап. Не, все вот эти вот записки, они... Они... О, а тут какой-то противогаз особый. Новый противогаз. Надо посмотреть, что он дает. Так, и зачем я сюда пришел? Зачем я сюда пришел? Все, вроде отметили. Нам вообще не сюда, но по пути мы заехали. Привет. Тут коты. Смотри, один и второй там сидел. Ты стримишь? Я, да. А как ты догадалась? Скажи мне. Что выдало меня, скажи? Свет? Тебе кофе сдает? Может, покушай? Микрофон? Что? В интервью, да? Или ты хотела? Пообщаться хотела, да? Молодец. Я стримлю. Я стримлю. Вон, чатик привет передает. Я говорю, покормить тебя чатик. Чатик. Чатик привет от Жени. Мне бы кофе. Нет. Я же профессиональный стример. Я не жду за компом. Да, сокол? Окей, ладно. А записки через меню находки открываются. А-а-а. Вот, обгоряешься записком. Это оно? Да, похоже. Рашпл, я в аэропорту? Нет, это не аэропорт. Предсмертный, скорее всего. Ты спас меня. Тебе спасибо, но я уже мертвый человек. Мне незачем жить. Я привел свой народ к смерти. Они все поверили, что мы можем победить. Я решил драться, не терпеть. Разве неправильно я решил? Но теперь все мертвы. Это я проиграл, не они. Но умерли они, а я остался живой. И это тоже моя вина. Теперь мне стыдно будет жить. Не смогу. Тоже должен быть с ними. Арсен. Арсен, Арсен. Арсен. У сокола основная функция компьютерного стола. Это кушать за ним. Да, пельмешки. Серьезно, я вот упал вот отсюда. Вот с этого камня я сюда упал. Хорошо не убился. А то бывало, что и падали с такой несерьезной высоты. И все, и гуф сразу же. Ладно, поехали. Поехали дальше по маршрутам. Да. Ну, выезжаем на дорогу, едем на север. С точки зрения интерфейса, есть некоторые вещи интуитивные, которые должны работать. Ну, и в серии ты открыл карту, и кнопка Escape должна выводить не в главное меню, она должна выводить в карту. Если ты открыл инвентарь, кнопка Escape также не должна в это самое выводить... Блин, я уже... То есть открывать меню. Это интуитивное движение. Я в прошлый раз на этом... А, нет, у дороги совсем близко. Просто она такая проселочная, можно сказать. Вот. И в этот раз... Ну, то есть есть вещи в интерфейсе, которые... Ну, игры самые разные, сговариваясь, не сговариваясь, вырабатывают у игрока привычки определенные, да? И вот мы на этих привычках, собственно, и играем. Я себе ногу сломал на ровном месте, одно неловкое движение. Блин, не люблю, конечно, я... О, кто это здесь у нас? Мужик. Я свой, смотри. Рукой машет. Ну, ладно, давай пообщаемся, я, может, у тебя машинку подрежу. Как сам что нового? А, это Дамир. А ты тут не палишься, я смотрю. В пустыне костер разжечь. Мостак. Так. Гель говорит, в этих пещерах жила уйма народа. Считай, целый город. Так. Но как в пещере гейзеры открылись, им пришлось уходить. Мг. Как ты понял, к источнику пойдем через черный вход. Спасибо большое, то, чего не хватало. Давай вниз! Да погоди, Дамир, чего там? Дай передохнуть. У меня сын неделю назад большой палец на правой руки сломал. Ах! Блин, вот... Внучок пишет, внучок. С таким никнеймом скоро сам стариком станет. Блин, деда, деда, а какой тебе никнейм? Внучок. Внучок. Через четверку. Круто! Ой, какой ты скучный. Пойду в лалец поиграю. Ох, как страшный сон, а. Так, а может быть осмотримся все-таки? Нет, да, вряд ли. Туда мы не пойдем. Привет, на обложке XCOM он будет сегодня? На обложке XCOM? Нет, Грэнсон, сегодня XCOM не будет. Метро проходим. Смотри, вот он сейчас выбирает не самый очевидный проход. А я нормальный. Ну и шел, уши закладывает. У-у-у-у, неудачник. Псы. Блин. Ну а дальше куда? Че как? Давай-давай, веди скриптовый. Что, прям прыгать? Что это там? Я бы прыгнул. Шайтан! Шайтан, ама! О-о-о-о. Ммм. Ох, блин. Ничего себе. Мда. Немного тут осталось. Я ведь когда отправлялись, надеялся узнать что-то, если не о родственниках, так хоть о народе моем. А-а-а. Теперь узнал. Это больно. Так. Аккуратно, аккуратно. Показываю. О-о-о. Блин, он что-то знает о игровой механике. А-а-а. А вот и вход. О-о-о. Мои ноги. Это очень долгая история. Говорит, в оригинале это подразумевалось как внучок Ленина Владимировича. Угу. Заряжаю фонарь. Какое предчувствие у меня. Нехорошее. Ладно, замнем для ясности. Ну что, давай, подсажу тебя. Замнем для ясности. Хорошо. Хорошо. Это прям русский язык. Тут есть хорошие прописанные вещи и озвучены прекрасно все. Но если хорошим голосом человек говорит ерунду, это не помогает. Я явный тому пример. Опа. Ты видел, сколько там полигонов? Ну, поехали. Паучки и разбежались. Не, игра, конечно, красивая. Не видно ни хрена. Ну, может, фонарик включишь тоже? Молодец. Классно. Я буду сжечь. Пауки. Ну, чего ты, ну? Погоди. Гожу. Маски. 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 Бурлаки на Волге. Вплоть до наскальных росписей. О-о-о-о. Долго они тут держались. О-о-о. Надо бы пораньше сюда добраться. Чик-чик. Не беси меня. О-о-о. Обвал. Повезло нам. Пройти все же можно. Да. Ну, хорошее тут, конечно, укрытие. Ничего себе не понастроили. Блин. Я могу вообще вкратануть хотя бы одну открытку? Могу. Давайте сделаем ее. Даже две сделаем. Гулять-то гулять, в конце концов. Сколько же тут народу жило. Кругом построить какие-то. Попробуем обойти. Какой-то медленный. Попробуй обойди. Горячо. Так не трогай руками, непонятно что. Горячо у него. Так. Я, наверное, на пневматике остановлюсь. О-о-о. Лутать. А ну-ка, раступился. Раступился. Хамелеон. Миллионы. Как? Хотелось бы, конечно, дробовичок под эту ситуацию. Но, к сожалению... Так, хамелеоны. Давайте бахнем сразу. Хилочка, наверное. Ну, что я сделал. Аптечкину подумал. Ну, проживу еще какое-то время. Но наш главный герой был уже изрядно измотан. Так, а ну-ка, лутаем. Где ты там вообще? Иди и сражайся. Патроны еще тратят на них. Бесстрашно вообще. Вперед идет. Сквозь них проходит. Мочи. Еее. Перезаряжай. Держи в курсе. Хорош. Сзади еще один. Сзади, сзади. И не говори, что я не помогаю. Как он страйфуется. И этот упал. Смотрите. Выстрел по одному упал. Трое упало. Сразу с одного выстрела. С одного выстрела. Блин. Клипчик можно? Я хочу посмотреть. Пересмотреть момент. Может, мне показалось. Ну, кажется, по звуку был один выстрел. И на него нападали с трех разных сторон. Ой, фильтр-то, е-мое. У меня же минута до фильтра. Приплыли, короче. Хотя. Заменим. Хамелеоный, хамелеоный. А, подкачивать не надо нам эту пушку тут перезаряжать. Много. Слышим. Спасибо, снег. Ну, спускайся. Чего ты уже? Бессмертный. У-у-у. Пыщ. Вот это да. Уважение. В смысле? Ты прям спрыгиваешь? Я, пожалуй, сверху постою. Я прям с тобой. Морально. А, они не бегут, пока я не спрыгну. Хитро. И тут внезапно. О-о-о! А-а-а! Блин. Как фильтр менять? Так, хватит. Как фильтр менять? Как фильтр менять, пацаны? Т? Т? ТТ. А он, кажется, сам поменял, пока я это самое... Ой, кто же... Блин, тратится патрон, не тратится патрон. Блин, это не казенные, блин. Вот так. Шарики, конечно, просто в расход. Можно было здесь... Держи в курсе, давай. А он... Окей. А, тут скрипт через мост. О-о-о! Так, хорошо. Я... Я только за тобой и держусь. О, там подержал. Здравствуй, Михаил. Есть The Walking Dead в планах? Нет, спасибо большое, тем не менее, за поддержку. В планах есть... Нет Walking Dead, короче. Я боюсь сейчас говорить про XCOM Long War. Именно это я хотел сказать, потому что, опять же... Добрый вечер, MD, доктор. У меня фильтр уже подыхает. Угу. Думал, так и не добьешь метро. Смотри, свет! Я тоже сомневался, но... Ну, пока живем. Так, воздух вроде чистый. Снимай маски. У-у-у! Снимай, говорю, маски. Как он определяет частоту воздуха? Что там сигналит как-то? О-па! А здесь, смотрите, как красиво. Вали его, шухер, братва. Вы серьезно? Там кто-то сражается какие-то... А-а-а. Ничего себе! Вон, видишь, машина. Я наверх и возле нее спрячусь. Угу. А мне что предлагаете делать? Вон, ты и машина управляется. Когда откроешь, я погасам и на выход. А ты прыгай на цистерну. Удачи. И постарайся, чтобы никто, кроме нитряников, не пострадал. Короче. Короче, я не понял, куда мне, но, видимо, по лестнице. Я три раза выстрелил в голову человека. Он отказывался, короче, умирать. Так, нефтяником не трогаем, а то... Хорош. Не вижу. Вижу. Хватит стрелять, слышишь? Ну, высунься, пес. Что у него там? Что, он лежит там? Пушка кверху? Головой... Он застрял там, кажется. Да, и умер. Ну, мужик, конечно, ты зря так. Здесь кто-нибудь есть? Постелс. Привет, чеку-мастер. Икс. Надо мной есть еще человек. Привет, Рюм. Привет, Рюм. Но, вижу, ну, нет. Да, наверху. Пока все линейно, поэтому... Да, внизу что-то есть. И это что-то надвигается на тебя. Ух ты, какой зум офигенный. Ох, как вас много-то, а? Извините, пожалуйста. Да, я видел второго, но не думал, что он там видит меня. Серьезно? Короче, я пробегаю, ничего не знаю. Давай сюда, ну, бас. Я покажу тебе, куда надо идти. Странно, что сейва после этого момента не было. Держи в курсе, давай. Перезаряжайся. Перезаряжайся. Подскажу тебе, здесь противогаз можно снять. Какой он спокойный. Он вышел оттуда спокойно, все, все нормально у него. Так, нефтяники, которых мы не трогаем. Я думал, все, вот сейчас уже норм. Санитар, санитар. Да ладно. Я наверху и после нее спрячусь. Ранение. Ранение у бобра. Хорошо. Короче, надо сейчас внимательнее. И собаки наверху. Они топают прям. Может, можно прострелить кого-то снизу? Потому что тут явно... Вот, вот что это такое? Чья это нога, скажите мне? Он прям пятка сквозь. Куда ты ушел? Нет. Най. Нихть. Он по попке. Оп. В пах. Есть. И в голову контрольный. Гуманность. Это моя отличительная черта. Просто моя работа, понимаете? Просто моя работа. Больше никто. Так, сейчас. Там было минимум еще двое. Черт его знает как. Блин, я подзастрял еще на этой лестнице. Ядно же по коридору-то. Я помню же. А, вон. А, это... Это френдли. Руками прикрываются. Да как вы видите меня? А, все, понял. Да. А, да что? Блин, через стенку собака. Сука. Я не уверен, что она сука, но она точно собака. А, я и ждал, что он... А, да. В игре неплохо реализованы автосейвы. Не, ну, а то что... Каким, каким макаром собака пробежала там вообще? Каким? Там стенка, там две эти... Сейчас внимательно посмотрю, конечно. Ну, сними, я Г нажал. Спасибо. Громозека, спасибо тебе большое. Ты грим? Пока не вижу врага. Да, как же ты там? Да, он же точный. Идет, стреляет, идет, стреляет. Что себе? Живой? Похоже, что живой. Головой мутыляет. Блин, идти к нему. О-о-о! Еще в гличе в этом пушку искать. Или он уже не жив? Мы об этом прямо сейчас узнаем. Не, мертвый. Так, хорошо. То есть... Там народу приличным. И это проблема, потому что... Убить тебя могут... Быстро. А, вон еще один упырь. Дальний выключи, мужик! Форли говорит, привет. Из далекого 2004 года клуба Вика Веб. Ох, Вика Веб. Ой, как сейчас помню, когда Вика Веб в свой ДНХ идти. Там поворачиваешь налево вдоль этих торговых штук. Слева у тебя этот памятник стелла огромный. Ты проходишь мимо, через еще дорогу, по дворам. И выходишь там через остановку. И такое угловое здание. Слева Вика Веб. Там столько турниров проходило. И Asus проходили. И какие-то турниры. Помню, помню, помню. Помню эти хардкорные турниры. Приезжаешь в Москву. На плацкарте. Студент, блин. Зимой Asus, блин, Винтер. Т-58 Димон, владелец Киберфайт, который занимался организацией турниров. Была суровая школа Киберкатлет. Вот он. Короче, мы спокойно ждали на улице. Два-три часа. Пока настанет очередь играть. В клубе для всех места не хватало. В общем, романтика киберспортивная. Киберспортивная романтика. Вика в Эбе. Мастер трупов. Все олды там были. На турнирах. Короче, друзья. Я не знаю, как здесь быть дальше. Потому что... Можно ли сохраниться? Похоже, что нет. И это очень плохо. Потому что сейчас на меня пойдут... Вот как сквозь этот щит собака пробежала. Вот она вот через это пробежала. Держись, я прикрою! Да... Чё, давай сам. Артём, я их задержу! Поднимайся к рычагу! Какому рычагу? Если тебе не безоружных мучить. Какой-то новый ствол. О! Это мирные. Этни мирные. Да они там. Я не хочу просто лезть, друзья. Что там? Тоже с собаком? Кого прижал? Где он там воюет вообще? Непонятно. Говорит на казахском, кажется. Ну или диалект может какой-то. По звукам это всё-таки. Так, забираться куда забираться? Короче, я забираюсь куда могу. Куда могу, туда забираюсь. Можно здесь проверить. Да, ребят, нормально всё, я свой. Что вы кричите? Вижу нашего. Рассказывай, куда мне? Как ты? Как ты тут вообще? Сидит в дэйфе такой. Проходит. Шейк, шейк. Собак слышу, но... Я занимаюсь привычным делом. Лутаю, как могу. Стрелочка показывает. Сюда. Здравствуй, пёс. Это... Он... Ш... Ну как? Ну... Ох... Так, вроде все. Как? Что это за чарджи? Артём, открой ворота, а я машину заведу. Сквозь балку-то. Это дичь какая-то вообще. Что это было? Уже второй раз пёс телепортируется просто. Он берёт и тпшится. Ну, то есть он... Не то чтобы телепортируется, но он... Он прям проходит и... Сквозь все препятствия. Что рабам-то теперь делать? Куда им теперь деваться? Рабов берём с собой. Буду так же счастливо работать на нас. Так, куда говоришь мне? Я машину проверил уже. Вроде на ходу, а топливо есть. Ага, машинка. С цистерном. А смотри, тут есть подсветка на башню. Подсветка на башню? А, подъём на башню. Сейчас у меня просто там в чатике этот курсор состоит на... Так, подъём на башню. Да вот здесь. Да, справимся. Чего у нас тут неубиваемый есть человек. Так что нормально всё. Зажигаем, что зажигается. О! Нормальным. У него, конечно, лучше нормальной медицины, чтобы спуск есть. Дальше подъём. Собственно, отсюда товарищ стрелял. Почему их было двое? Где труп второго, непонятно. Вроде тупик, поэтому поднимаемся ещё выше. Можно пройти сюда. Осматриваем сначала тупик всё равно. Ну, традиционно. Чтобы не упустить чего-то, чего-нибудь важного. Вот, а так там... А так, это не рычаг, случайно. Просто факел. Так, а вот на рычаг. Поехали. Ой, пошла музыка такая. Энергичная. Я тут, хопа, паркур. Минус ноги сразу же. Да ладно, отсюда не прыгай. Да... Не, может быть, если бы мы по стелсу это всё сделали, то в этом имеет смысл. Ну, то есть, газ, там, вы... Спрыгиваем в экстренном порядке, там, еле-еле, как в боевиках. Ну, там же трупы остались у нас позади. Да, в глазах темнеет. Ладно, я отдохну. Я бы на стекле поехал, сто процентов. Ну, да он ещё так спрыгивает, мега-аркадно. Просто мега-аркадно. Рассчитал скорость падения, скорость движения. Что? Нормально поспал. А чё ж меня не разбудили? Рассредоточиться. Ну, ладно, поехали. А мне куда? Я видел... Ага. Нормально. Боевая задача какая? Гранатами работать. Нормально. Посмотрим, что у нас есть. Так, ну что я могу сказать? Ситуация, конечно, тяжёлая. Потому что из тяжёлых средств у меня только банки и три ножа. Демон, демон. Крою. Я бы тоже его покрыл. Кто-то уже прикрывает. Что происходит, друзья? Так, это наши или нет? Они как-то стоят странно. Ой, что-то я встал, и сразу мне дали. О, мне кажется, что такие бои не про меня. Мне бы по стелсу, знаете. Что про мантика какая-нибудь была. Там погодка хорошая. Ребят, ну давайте, активнее, активнее. Гранаты летят, понимаете? У меня хилки просто нет ещё. Так. Подсказки на основе того, что сказали NPC, допустим мы? Ладно, побежали, короче. Ага. Короче, видимо, мне нужно куда-то пойти и что-то сделать. Что-то говорили про вдоль дороги. Я иду на прорыв, в общем. Друзья, ничего не знаю. Иду на прорыв. Не дошёл. Всё правильно, на войне спешить не надо. Сейчас, сейчас послушаем внимательно. Что-то он говорит, говорил про то, что нельзя им давать обойти нас. Надо там что-то, они там вдоль дороги. Вот. Говорит, рассредоточиться. Анна налево. Ну, как обычно, Анна налево идёт. Валерия направо. Так. Можно ещё раз повторить боевую задачу? Новоприбывшим. Так. Гранатами работайте. Найс. О! Эй! Чёрт. Слушай, что нас прессует. Так. Демон прилетел на стрельбу. Давайте я здесь попробую делать всё-таки одну аптечку и пойти в другую сторону. Там дальше разберёмся как-нибудь. Бахаю раз. И побежал, побежал, побежал. Тут явно какой-нибудь... Ну, там похоже, что с этой стороны путь. Здесь есть. Но я не успел пройти. Ну, не знаю. Обойти с фланга. Зайти в тыл. Какая у меня ещё может быть боевая задача, когда стенка на стенку стоят? Вызывай авиаудар. Да. Да. Мне кажется, у меня такой обелки здесь нет. Сказки. Ладно, пробуем. А война идёт. А можно умереть, друг? Демоны! Демоны ночи! А, нет Ну что ты, а Убивать надо просто Короче, надо брать не вот эту пукалку А с нормальной пушкой идти просто Не пробил, да они какие-то вообще плотные Ну, понятное дело, что из такого оружия Нужно желательно стрелять в голову Потому что бойной силы довольно мало У пневматики этой Кидая густой дым Да, загрянка надо было, конечно, сразу Смотрим Внимательно Красиво, Михаил Красиво, но мимо Живучий тварь, а это Один все еще слева, живой Ну хватит Ой, там еще один вышел Короче, аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее Сейчас будем действовать У тебя же в пукалке воздух нет, поэтому и без урона Да нет, она там с автоподкачкой Если не так часто Ну хотя да, я там настрелял, наверное, много Поэтому скорость полета снаряда, скорее всего Может, я не знаю, уменьшает ли она в принципе Держитесь, ребят, держитесь Я уже, я уже Я уже кидаю ножик Как они неестественными местами двигаются Аккуратненько, аккуратненько работаем Блин Там народу трындец Конечно же И главное, наши Стреляют, но не попадают То есть они стараются Молодцы Но, к сожалению А где там пулеметчик строчит? Это камень, а не человек Человек Человек-кремень И буря такая Утихает Ай-яй-яй-яй-яй Блин, со стороны камни вроде Машина, то есть Шмаляет, но я не пойму откуда Точно оттуда Так, притих Так, притих До свидания До свидания Я и так Давайте обколемся опять Блин, ну не вижу я его Ну, ладно, пробег Вижу теперь Теперь вижу Не-не-не-не-не-не-не-не-ме Нет, Вась Не надо Пожалуйста Что, шатнули? Шатнули, молодцы Лутать! Да! Хороший подход Наблюдать за подходами Да, тут, конечно, у них Прилично все Собираем Нам вещи нужны, естественно Народу полегло много Патрики мне очень нужны Ну и буря утихла Ну потому что в буря неудобно лутать Поэтому, собственно, распогодилось сразу же Солнышко светит Класс Надо будет взять В следующий раз Обязательно автоматический дробаш Потому что На ближнюю дистанцию Ну здесь конкретно он не помог бы Ну просто с теми зомбарями Привет, Айсторм Помог бы справиться, конечно Пулемет Людей Ну я так-то все уже почистил Ну, главным образом Какие новости? Все живы? Да, не дурно Только армия их сейчас в набеге А это так Маленький привет от барона за воду Ясно Семь сотен Ого Вода уходит Блин, я тут в душе просто Ооо Хорошо-то как, а Ох Ай Сможешь провести наших Смогу Тогда за дело Ермак Крест Готовьте Аброру Заканчивайте заправку котла водой И сливайте топливо из машин Артем, Дамир На вас самое сложное Угнать цистерну С топливом Есть Удачи вам Вода-то уходит Аня Идиот КТшник Ребята Сворачиваем лагерь Так, в общем У нас Да, снаряжение подготовится Понятно Прямо по дороге Так, а где у нас верстачок? Надо, наверное Вернуться просто к этот В Выполнять Надо еще посмотреть Несколько модов Потому что Вполне вероятно Мы что-то ценное Подрезали Что-то верстак Они же вроде перенесли Сюда, да Спасибо Это правда, это правда Я все-таки игру купил Ух ты Бульдог Вы посмотрите Этот автомат Являющийся вершиной Развития семейства Калаша Превосходит своего предка По огневой мощи Точности энергономики Меньше весит Меньше темп стрельбы Бульдога Позволяет вести Точный огонь Очередями Однако Сложность конструкции Усложнять его обслуживание Класс Вы тоже пейте Дедушка Ирмак говорит Теперь сколько хочешь можно Да И чай тоже будет Чай, да Это хорошо Озвучка классная Конечно Короче, я Беру бульдог Да ладно У него и урон И точность Скорострельность Конечно Страдает Так, вот он Что по прикладу Легкая рукоять Спортивный приклад Раз Компенс Компенс Для чего я беру Эта пушка Короткий Точный выстрел Коллиматор А, пожалуй Коллиматор Экстендед Маг Без лазера Так, в броне Появился новый Противогаз Какой там Бронестекло Данная конструкция Лицевой маски Делает окуляра Гораздо устойчивее К повреждению Разбить Становится сложнее Давай, ладно Проверим Так, еще у нас В помповом Появился Шнековый Магазин 36 стальных Штаров Ну, короче Экстендед Еще один Так, в принципе В этом-то Ничего нового Вот Что заменяет С одной стороны У нас Патриков Очень много Под Под револьвер Все еще Его нужно Почистить Это тоже Надо почистить С другой стороны Может быть Вообще Заменить Калаш У нас На Я хотел Дробаш Брать Блюдок Ашот Вентиль Бульдог Убойник Скорострельный Дробаш Прямо На ближнюю Дистанцию Ладно Попробуем Там Несколько Модов Для него Короче На ствол С глушителем Утиный Клюв Чок Разброс Да Меняет Разброс В каркетч И распределяет В горизонтальной Плоскости Или Экстендед Давайте Удлиненный Все-таки Больше урон Больше точность Магазин Для дробовика 10 патронов Дробаш Надо попробовать Его конечно У нас Для прицельной Средней дистанции Для ближней дистанции И вот для дальней дистанции Либо мы оставляем Пневматику Либо Надо посмотреть Количество патронов Если в револьвере Еще много Я с ним лучше Похожу В калаше Прилично В дробовике Тоже нормально И осталось Чекнуть просто Что у нас В револьвере Я им довольно Интенсивно Пользовался В прошлый раз Так Меняем Аааа Тихарь не поменяет То есть Тихарь гарантированно У тебя на Это Типа Типа Не поменять его Да Видимо Для того Чтобы игрок Не остался Без оружия Вообще Чтобы можно было По крайней мере Сделать шарики И все Но мнение тогда Для прицельности Любые Мы можем конечно Калаш Делать Поставить на него Оптику Шестерочком Спортивный Да Удлиненный Да Это не обязательно Да Придется вот так Сделать Ну ладно Хорошо Калаш у нас будет На рейндж А в него прицел Не встанет 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 Ну я видимо Буду Хотя у меня Получается На ближней На средней Дистанции Не торже Давайте посмотрим Действительно На пневматику Прицел Должен быть Ага Начну Этим прицел Да Прицела нет Более-менее Ох И дробовичок Такой Калаш Да Хорошее оружие Согласен Машина рядом с Авророй Артем О воду качают Смотреть Артем Мы вот уезжать Собираемся А я все думаю Про бедняк Которых На том корабле Полуразобранном Бандюра Поддержали Представляешь Не помог бы ты Они бы там Так и сидели Сейчас Какой же ты у меня Молодец Все-таки И с этими словами Я один на миссию Полетел Итак Садимся Мне кажется Прямо по дороге Прямо-прямо И на единственной Развилке Где-то спустя Полкилометра Повернуть налево Поехали Что такое лицо Сделаешь Нормальный диалог Не Сейчас Сейчас Нормальный Просто Какой ты у меня Молодец Я думаю Барон Говорить будет Пшел Барон О Второй резерв Видимо Там у них Реально Проблемы Какие-то Так Это у нас Та самая Развилка Мы вроде Полкилометра Не проехали Верноват Свернул А можно И так Проехать А можно Убрать Буквы М Можно М Можно Чуть правее Можно было Поехать Так Нам прям Ой Кажется Там на заставе Кто-то есть Хотя мы убивали Здесь свое время Людей Но Прожектора Горят Не-не Никого вроде нет Классная графика Конечно Погода здесь Меняется Очень красиво Можно Майкер Да Хамблби Привет Не здоровался Еще с тобой Сегодня Не здоровался Всем добрый вечер Еще раз Друзья У нас Продолжение метро И опять Черт возьми Что с погодой То Издалека Не было видно На этой песчаной Боре Мы это Кто Тут Это Где Я думаю Надо выходить Да что Гюль Ну Слушай А Вижу Я понял Не доехал Немножко Сейчас Брум 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 Вон они Не палятся Тоже Смотрите Да я понял Как вы здесь Быстрее оказались Я же первым выехал У меня У меня сейчас Два НПС Получается Сейчас Просто Мы Всех Тут Разуплотним Сварагу Нефть Сварог Подождите Сварог Это Божество Какой Мифологии Ладно Неважно Рабы Держит Кажется Это вообще Тоже Что-то Древнерусское Там Это Из нашей Кажется Мифологии Нет Варяжское Что-то Пойдем Проведут Я не помню За что он отвечал Проведут Меня Не беспокойтесь Сварог Согласно Славянскому Переводу Хроники Ивана Малалы Бог Кузнец Отец Даж Даж Бога По мнению Некоторых Исследователей Верховный Бог Восточный Славян Небесный Огонь Небесный Огонь Небесный Огонь Спасибо Ну тогда Логично Все правильно Эти Образовательные Поехали Радиоактивные Зайцы Сплошные И мозги Им С детства Похоже Промыли Ясно А есть Способ Как-то Да Ну что ж Попробуем Без акцента Говорит Дамир Но он с нами Был изначально А Гюль Местный Так Я Приподниму А ты Пролезай Нифига Себе Ты Даешь Не тяжело Тебе Нормально Ты уверен А сколько Сможешь Я просто Ну давай Ну давай Держи Держи Мы всем чатиком За тебя Давай Ну Давай Давай Держись Нет Макер Пощади 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 Держишь Нормально Ладно Вот скажешь Фразу Я пойду Я пошел Повторяться Поэтому Я пополз Расслабься Уже Молодец Паучки Ну вот Хорошо Что дроба я взял Потому что Чую Здесь будут Будет Ближний бой Ой Видно Ну что Они добрые Давайте посмотрим Зачем Ты призвал меня Ну да Добрый вечер Кукушка Говорит Михаил Думаю Он бы еще Долго держал Но мы его Пощадили Да конечно Он же Он же Он же Должен был Ждать Меня Просто должен был Ждать Успех Успехов Не любишь Почему Они Шашлык Машлык Плов Млов Сам С умом Все готовят Нет Ну Я Отлично Одинаково Хорошо Или нейтрально Отношусь К Представителям До тех пор Пока не встретишься Конкретно С каким Человеком Не важно Кем он будет Люди Разные Бывают Лучше У него Как Шапка Слетела Видели Он будет Платил Отдайте Полутать Полутать Стоп А где Я его Убил Че Синевик Какой-то Нравится Мне Тима Слута Нем Прям Эээ Слышишь Аккуратненько Как видите Я стараюсь Проходить Игру Постался Псы Собаки Агрессивные Надо быть готовым К тому Что они могут Вырваться Скриптовая дверь Там Собачий Бай Это может Быть Кстати Раб Он умирал Совсем О Извините Пожалуйста Это было Громко Я слышал Да Тут Что-то Их Не отличить Кто Свой Кто Чужой Поэтому Кто-то Там Валяется Но Встает При этом Короче Сейчас Сейчас Разберемся Удерживаем У Да Заходим Не Можно Вообще Посталось Пройти Потому что С них Особо Дропа Нет Да Ладно Сразу Да Ну Че Улыбаться Надо Видимо Мас adds Кто Друзья До О помните там еще псы были осматриваемся собаке нык точным были так вот мирный как раз давайте осмотримся что здесь может быть что-то вот типа где где а вот сверху сверху так собаки справились там одна с другой мирных не трогаем то плохая концовка будет опять же уже проходили тут есть скрипчик хороший тоже просили меня убить я убил и мне тут же карму испортили спрашивается где логика но тем не менее кажется это единственный проход мне вот сюда все весьма линейно о по у красиво у нас от фанатиков смотрите ничего себе тут целая крепость у них класс а это по кому моим близко кладут он человек убили только что стреляли он оттуда челик на 120 а это до мир ребята так так открываем уже тогда как не можем ровник это мир цистерна у нас вот эти вот ворота нужно открыть так по обстоятельствам да это загадка конечно прямо крышку да о барон класс я поднимайся ко мне нам есть что обсудить изи все так открывай так а как там иначе прольется море крови и совершенно зря открыть ворота и впустить гостя я уже наверх на вышке наверх на вышке есть план понятным короче меня видимо сейчас ну настолько поднимайся тебя никто не тронет смотри идет конечно не нарвешься не нравится мне это серьезно как нет гюль же как-то прошла внутрь еще один абсурд просто гюль говорит я на вышке а мы идем типа сдаваться пип-бой привет ну нет так нет чего он ооо ооо неплохо ничего себе у вас тут пушки усек а если чё так ему и предъявляя типа того мля чего вперед меня лезешь не а ну костыль ну ты да мне на дело без зажигалки не вжило реально если до рейда замутишь я тебе запчастей притараню или тупо половину навара отстегну по рукам ты мне лучше бабу притащи лады не вопрос ну ты того чисто завтра с утра заходи ну и чтоб помоложе ну и подержаться за что было все отличный диалог я думал ты чисто по шоколадной теме а а а а а а а а колоритник когда здесь хорошо сделали у это барон смотрите какой пафосный барон я хотел просто зазумить его блин они решили что я плохо настроен когда взял калаш и начал выцеливаться в барона ну что за люди очень глупо да да очень глупо блин серьезно я просто хотел если бы я был уже наверху я попробовал их разуплотнить сразу же ну дробашки джеки 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 на мир не помог бинокль же ладно один раз живем ну надо было попробовать друзья надо было попробовать до дальнего не достали уже просто манч я ради этого и хотим проверить смотри убей убей их всех какого челлендж не 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 друзья ну это тут нормальные мужики просто обстоятельства какие чистым двигай наверх нормальные люди смотрите блин 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 сгорел на работе лохматые кончились о смотрите тут прям блин ну ребят давайте помогу он тут все соси ладно все нормально никто ничего не видел у них тут вообще все организовано нормально особенно классно знаете кафешка сделано над над ну с таким видом хорошим тут два товарища в противогазы противогаз зачем вам сейчас противогаза курят пьют и смотрят как другие работают просто нормально эти тоже с фонарями светятся спокойно слышь что-то дерганый такой что что не сюда видимо смысле кто-то опа нормально смотрите бинокль самовар еще класс это хорошо и еда тут стол накрыт ямля На-на Так, ладно Серьезно Так, секундочку, друзья Что у нас тут? Проработали Ё-моё Так, напоминаю, что у нас сайт 18+, Это уже интересно, говорит, артилекс Е-е-е Ну тут как бы без бинокля вообще никак Понятно все Эй, красавчик Из дорога приехал Что? После барона Заходи ко мне Не пожалеешь Понятно Это контент пошел Блин Готовлюсь к стелсу, в общем Да Пацаны довольны Так, ну открывайте, че Чисто заваливай Так, ну после Опачки Нормально барон устроился Вы посмотрите Вы, Евгений, страшный Странно Странно, что я не особо расстроен вашими шалостями Что поделаешь Наш мир жесток Я лишь по мере сил стараюсь привнести в него толику порядка Без которого нет надежды на что-то лучшее Нет самой жизни Ооо Но перейдем к делу Вряд ли вы прибыли сюда насладиться погодой А значит у вас есть важная цель И цель это где-то далеко Я готов помочь вам достичь ее Предоставив горючее для продолжения путешествия Взамен же я попрошу немного Отдайте мне гюль Ооо Приведите ее и все мы выиграем Я получу гюль Вы горючее Нифига себе как прислуживают И все будут жить долго и счастливо Ну что Не понял А почему тут на меня Так рюкзак Ох Ну что по лутам А куда барон делся Понятно Сейф Вы меня держите Не захотели обмена Ну значит подохните все И ты гюль первая Убийших Прикончить этот собак Короче здесь закрыто Видимо нам нужно Урели жигана Ох ты там народу Триндец У нас война просто Да как то Я ж Короче Очень странный переговор А почему Принеся чай Мне Начали угрожать То есть Какой смысл Убийших Да я готов Готовься Ух ты А он слева еще Может быть Что происходит Точно был человек Здесь слева Вон Классно он прячется Конечно Наши силы Увере Сплативший Наших Подопечных Ох ты Ёпарас Так В самом начале Убил мужика Говорит Ну чё Серьезно Я не убил Я оглушил его Я ничего плохого Не сделал Тебе намекали Что надо чаю попить А чашку Не брал Да я не успел Да и меня как то вели Я особо ничего не делал Ну понял Видимо мне надо было Сначала Ну попытаться Чашку взять Интересно Как бы Да Да Х6 Конечно Здесь совсем Не в тему Видишь да Жив Блин Блин Как же Да Аааа Х6 Здесь конечно Лишний То есть я не вижу Что там справа Спрыгнул человек А Модули можно поменять В любом месте С мини-х6 Так Там нет Х4 Ну хотя Пофиг наверное Такой дистанции Можно и Да давайте Попробуем Сейчас сменить Убить их Сразу открываем А чё Подождут Да хватит Ну Чего Начинаете Опять Блин Ну может Ик-6 И Юль Не тормози Пожалуйста Всегда побеждает Сильнейший Наша сила В единстве В вере Сплотившей Наших Подопечных Именно Благодаря Этой вере Мы можем Засправить их Не дать им Скинуть Пустыню Натыкю И Искучаешь Моих Подопечных Они Ведят Тебе Некий Символ Вокруг Тебя И Беречи Этакая Аура Запретности Утарства Аура Никому Ненужных Проблем Но Твоя смерть Можем ее Распеять Почему Замолчал Артем Я пойду туда Пока Собака Не убежал Совсем Угу Его поймать И дверь Тебя Открыть Я понял Тут не открыть Эту дверь С этой стороны А То есть Мне еще Держаться Нужно Здесь Какое-то Время Видимо Что Насколько Я понимаю Здесь Не запрыгнуть Да как Черт Блин Да там Бронированный Черт По пулемету Надо было догадаться Что там Чувак Непростой Жалко Жалко Эти Ну Это Типа Сложность Она Странная Очень То есть Ты можешь Умереть Вообще Без Ну Очень быстро Короче Можешь Умереть А вон С пулеметом Идет Чувак Встречаем Сразу же Серьезно Ты будешь Все это время жить Я думал Что пробьем Решил проверить Раз Семь Из дробаша Раз Семь По голове Сейчас будем Бахтим Там-то Трикаска У него Но О Бир Спасибо За переподписку Бронированный Да я понимаю Что он бронированный А Ну вообще Не пробиваем Да По голове Нормально Ой Да Бат Шшшш Господи Крутая сложность Да Птички не нужны Да У тебя Как правило Ваншотают Поехали Он кажется Скриптовый Там не убивается У него Уже Шлема Нет Да Явно Ну ясно Там еще С другой стороны Короче Тут лучше Вообще В углу Сидеть Видимо И никуда Не лезть Да Пока не зашел Комнату Его пули не берут Похоже Что так То есть Он Ну вот Такой Вот он Скриптовый Молодец Вот он Идет Мы на него Смотрим Он Меня Видит Но Ничего Не делает Вот Он Идет Вот Он Идет Вот Он Идет Вот Он Открывает Дверь Считаем А нет Слушайте Может быть Может быть И Может быть И берут Просто нужно Реально Большое количество Выстрелов Черт Ну быстро Его убивать Пробуем И свалить По-быстрому Реально Надо снести ему каску Просто Пока он идет Давай Давай Раз Два Три Четыре Все Дальше не тратим Потому что Дальше он Не Не пробивает А потом Выстрел в голову Один И все Вот такая игра Что вы хотите Нет Из дробовика Блин Ты еще Это не самая жесткая Дистанция для дробаша Но я сам виноват Я три пульки мимо Все Бывает Что с метров С двухста Тебя из дробаша Убивает Просто Ну как бы Если на дробовике Стоит чок То эффективная Дальность стрельбы Там метров пятьдесят То есть реально Дальше лучше Не стреляет Господи Вот Получай Что делать Да блин Серьезно Я выцеливаю просто Улыбаюсь Выцеливаю Хотя с правой стороны Еще должны выходить Вон идут Ага Это наш Да это наш Я да Пользовался Сейфлодами Не мог Сядь держать В руках Ничего себе Вот значит О каком плане Гюль говорила Все нормально Так ну что Куда дальше Должен по идее Какой-то проход Открыться Давай я за Давай я за Я за Я за Давай Ох Жмем Жмем О Блин Гюль ну как Ты могла здесь Оказаться Она может Спануться За этот Там еще есть Куда падать Ой дурак Блин Какую Какую Кнопку же Куда убрать А его убрать Вообще легко Убрал Отлично Красиво Ворота открыты Цепляем цистерну И это все Радио цистерны нефти Выдал мой народ Надежда Я это Никогда не забуду Но война для меня Только начался Теперь Надо закончить дело Там котик Там котик справа Нет 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 Там котик Я у тебя Блин Жив Зайчонок Я так волновалась Там котик Ты не понимаешь Зайчонок Котеночек Надо называть Зайчонок Фанатики О Новая глава Класс Рабовладельцы Сберем Вы должны быть Сейчас Сколько же чудовищ Породила война Или они были всегда А война Лишь дала им Возможность Проявиться Во всей красе И теперь От них Никуда не деться Все же Терять надежду Рано Мы все ближе К нашей мечте Найти пригодное Для настоящей жизни Место Без радиации Мутантов На добытых В пустыне Картах Обнаружилось Несколько Многообещающих Вариантов И весь Экипаж С нетерпением Ждет решения Полковника Куда же Аврора Отправиться Дальше Пока же Поезд Плавно Катится На восток Экипаж Отдыхает А Степан Сделал Кате Предложение От которого Та не смогла Отказаться Такое впечатление Что автор Писала Вот эти Между Между главами Потому что Здесь все Все хорошо Ну хотя Блин Видимо Над диалогами Работало Большое количество Разных Людей То есть Там Видимо Амплитуда Потому что Есть вообще Колоритные Шикарные И с оборотами Речь Есть Ну блин Есть и такие Что Что Лето Должно Смениться Освещение Обстановка Музыка Это Новая Глава В игре И я Очень Надеюсь Что Воу Кашель Это Дурацкий Вроде Уже Выехали Из этих Песков Все Не Отпускает Курить Меньше Надо Из чего Только Крест Крутит Эту Гадость Но Ничего Страшного Уже Прошло О Эй Да что Ты Переживаешь Одну Минуту Чё Чё ты Переживаешь У нас Пойдем Боюсь Меня жена Не поймет Если я с тобой Остану Сейчас Еще Ненадолго Знаешь Артем Я вот смотрю Настя Пускать На нас С тобой И думаю Так Как же нам Повезло У родителей Это моих Все совсем Не так Было Плохо Было Я тебе Рассказывала Отчего Мама Умерла Нет Конечно Отец Ее Довел Он Тогда Еще Жестче Был Придет Со Службы Сапоги Скинет А у самого Лицо Все Перекошено Сразу К бутылке Ругались Много Все За закрытыми Дверями Потом Пропадал И пока Его не было Она тоже Прикладываться Начала Когда Трезвая Была Плакала А как Выпьет Мечтательная Такая Становилась Ну Давай За рыбалку Я вообще Себе Налил Знаешь Как она Меня Звала Просто А А Обнимет Меня Говорит Мы с тобой А поедем Когда нибудь В мой родной Город Владивосток Оттуда В поселок Что на самом Берегу Океана Красиво Мало Что понимала Но поселок И даже Океан Могла Себе Представить Потому что Верила Ей Верила Что поедем А потом Она с собой Покончила Дрянью Какой-то Отравилась После Маминой Смерти Отец Пить Бросил Раньше На меня Внимание Особо Не обращала Когда Она Умерла Больше Одну Не Оставлял Везде Таскал С собой Но Про нее Мы с ним За все время Говорили Только пару Раз И все У меня Кукла Была Жанна Я с ней Играла Будто Она Моя Дочка И мы Поехали На Океан Потом Отец Спрятал Ее Куда Сказал Что Потерялась Не Хотел Видно Чтобы Я себя Несбыточной Мечтой Мучила И я Тогда Придумала Что Она Во Владивосток Уехала А теперь Я еду Пусть И не Во Владивосток Зато С тобой Мечта Сбывается Кстати Мне всегда Было Интересно О чем Папа Мечтает Он же Должен Уметь Мечтать Так Вот О чем О погонах Так Он сам Себе Мог Любые Навесить Людей Спасти А что Им дальше Делать Под землей Сидеть Никогда Не понимала Его Чем Он Живет Что Ему Надо Для Счастья Блин Хватит Пропагандировать Я бросил С января С С С С С С Лучше Выпьем А Уже Закончилось Я Пошел Тогда Извини Да Да Я Понял Уже Не Нуда Мира Да Да Я Понял Хорошо Родная Давай В Другой Раз Начинается Уже А я Лучше С вами Пойду Молодцы И Ребенок Тоже Здесь С 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 Артем садись ко мне поближе Поверь Поверь Что я пропустила Их Удивительный танец Не бойся Еще увидишь Минутку Внимание Полгода пути И четыре тысячи километров позади Нам через многое пришлось пройти Князь Ладно, ребята, я понимаю, что интрига затянулась После длительных размышлений и детального изучения спутниковых данных Мы нашли место, которое может стать для нас новым домом Это речная долина Там есть лес, там есть гидроэлектростанция И это место удалено от населенных пунктов Что очень важно, как показывает опыт нашего путешествия Это да Так вот, мы примерно в двух днях пути оттуда С чем я вас всех и поздравляю Ура! 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 Но на сегодня осталось еще одно важное дело Так хорош момент как капитан этого корабля объявляю вас мужем и женой многое лето будьте счастливы многое что-то наши с кашлем беда какая-то беда а носом все-таки кровь носом это не так страшно в большинстве случаев простите что раньше не сказала сказал легкие распадаются газа после того подвала на мосту разъела да как ты можешь верить этой твари мы же с пустыни только по песок он же как наш так не переживай катюша артем на пару слов ох что же вы давите-то так нормально все было так что все нормально артем иди все хорошо блин анька анька у нее кровь пропала нормально она здорово ребят все нормально посмотрите все артем не виноват я сама в тот подвал в своем росте и если отец ему слово скажет я ему потом и трое выбор вот так что стелепортировался тоже клипчик если сделаете увидите святослав константинович давайте не будем пока паниковать вы что думаете катя я думаю полагаться на диагноз какого-то дегенерата преждевременно смена сырого воздуха метро на пустыню с ее жарой и песчаными бурями такого легкие не люблю мне кажется что если бы это был газ такие бы плохо поэтому я ее сначала обследую насколько квалификация позволяет и еще впереди долина лесной воздух думаю одно это может все поправить диагностировал интересно расслоение этих легких у нас поселке часть пво стояла перед самой войной у них проявилось новое средство многих потом спасло от поражение газами так сильно я проверю мамины записи на название по моему в новосибирске производилась привет фейстайм так новосибирск ермак что думаете да что тут думать ради они хоть на край света в новосибирск ну тысячи две будет тогда решено едем в долину если там все нормально обустраиваемся если улани будет ухудшение то с группой добровольцев отправляемся за лекарством вы уж катюша поищите название найду не переживайте еще артем не хочется неприятных сюрпризов в этой долине ты самый опытный разведчик поэтому бери еще одного добровольца и проверьте ее сначала над резине хорошо как же не это пешится смотрите как красиво грамотно что стоит человек впереди хотя если что-то не так с путями например помнишь они спрашивала не хочу ли остаться хотелось бы конечно это же мой народ родственников я так и не встретил да и сволочь этой бандитской там еще много осталось но барон мертв теперь сможет повести народ за собой ведь люди увидели что этих тварей можно бить можно и нужно а дальше люди сами должны сражаться за свою свободу и завоевать ее своими руками чтобы никогда никому ее больше не отдавать но главное сделали мы ты сделал я этого не забуду артем и надеюсь когда нибудь отдать этот долг брат у нас есть чатике твой брат тоже да красивый конечно и и хорошо что в игре все-таки озвучка такая прекрасная по по типу голосов прям приятно слушать речь родную мы едем потихонечку нам очень везет со стрелками мы едем прям в нужном направлении и погода как и предполагалось видите уже на летнюю меняется уже пора вообще апрель 11 сегодня 12 даже дома смотрите не типовые сделали ну то есть разные есть конечно типовые да он там повторяться начинает но и избушки старенькие совсем покосившиеся есть и центр какой-то явно там дискотеки проходили она видимо мне нужно по скрипту назад вернуться да и сгон не я пока не планирую в новое играть ну что у нас тут что-то степан сейчас слабает ну чё вздрогнем друзья а нет закончилось питье хорошо гитара строит конечно все чистенько полковник васин приехал на фронт со своей молодой да ладно полковник васин созвал свой полк и сказал им поедем домой ой мы ведем войну уже 70 лет нас учили что же это бой но по новым данным разведки мы воевали сами с собой я видел генералов они пьют и едят нашу смерть их дети сходят с ума от того что им нечего больше хотеть а земля лежит в ржавчине церкви смешали с золой и если мы хотим чтобы было куда вернуться время вернуться домой этот поезд в огне нам некуда больше бежать эта земля была нашей пока мы не увязли в борьбе она умрет если будет ничьей пора вернуть эту землю себе очень подходящая песня конечно а кругом горят факелы это сбор всех погибших детей грибничков дай там и люди стрелявшие в наших кобзов строят планы на наших детей нас сражали по звуке марш и нас пугали тюрьмой но хватит ползать на брюхи мы уже возвратились домой этот поезд в огне и нам не нужно больше жать этот поезд в огне и нам некуда больше бежать эта земля была нашей пока мы не увязли в борьбе она умрет если будет ничьей пора вернуть эту землю себе этот поезд в огне и нам не нужно больше бежать этот поезд в огне и нам не нужно больше бежать этот чувак очень хорошо поет он делает вид что он по простецки все поет и не дотягивает местами но потом он взял ноту еще выше точно и как бы он просто в в роли находится да классно и повторюсь очень подходящий по смыслу песни конечно землю себе и вот еще что сюрпризы как на мосту и в ямонтау нам больше не нужны поэтому мы вышлем вперед разведку над резине артему в помощь нужен доброволец есть у меня подозрение что алёша собрался долину проверять на предмет наличие там местных амазонок бульф дизель приятно передавай привет хорошо завидую я тебе степан раз и сразу готовая семья и жена и ребенок ни тебе пеленок ни тебе ночных дежурств животик ни у кого не болит ха-ха-ха-ха а мы кстати от пеленок и не уклоняемся товарищ полковник да ладно да ульдизель тут такие моменты были так что там аккуратнее а с братиком можно играть в спарту и спецоперации брось стел спецоперации бог даст мы отыграли не знаю я как вы а я если честно устал на пенсию хочется пожить наконец по-людски вам нельзя на пенсию я еще молодой да по российским меркам вы еще не готовы старый я настена неправда вот ты говоришь завидовать нехорошо ну а что делать у твоей то мамы ты есть что это в 20 мужика детях и думать не хочет а вот я бы сейчас внуков на коленях покачал маленький депутат растет на девочки да 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 мельник все равно не успокоится ему своих внуков подавай а артём неловко даже как-то и уговаривать тебя дочка у меня красавица спортсменка да уж мы с ней занимались уже упражнениями по стрельбе ой ладно в москве согласен путьма туберкулез крысы мутации но тут то а да все упад обещаю тебе заняться этим вопросом прямо сейчас а сегодня ну ладно надо так рано надо за детей за детей за детей передавайте привет мелким своим и еще один тост колестол говорит спасибо за идею теперь знаю что давай смотреть ребенка когда появится ой плохому научит дядя Миша лёшка лёшка думаю с этим тоже все будет в порядке если все получится люди будут к нам приходить нормальные хорошие люди уверен тоже выжили ну а если придет кто-ре нормальный или нехороший он сильно пожалеет ну а как тут с плохими справимся programs и может даже что-то Салазар здравствуй Блин, что-то в метро началось Такие хорошие моменты Что я уже прощаю Прощаю косяки на старте И геймплей такой странный Местами Так, а я не распился А что показать вообще? Что-что мне? Как? Нифига себе, как он прошел Сой А кому что показывать вообще? Давай про зайца говорят Вернись говорит Кане А, гитара сзади Сейчас, подождите Ну что? Артем, садись ко мне А, сесть, прям сесть Извините, да, 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 все Ребят Так Ой Сейчас опозоримся Так, давайте-ка Рубаните Ой Все смотрят, Миша То есть Артем Что это? Не узнаю А ручки-то вот они где? Не, аккорды не ставят Не заморачиваются Да, я тоже думал, что сначала подниму голубым пару аккордов Ну, в смысле, пара гармонии там нормально А потом все мимо Раз они Гремичакова ставят, значит, знают Играю вообще классно на гитаре Не умею так Звучить можно, а так сходу не сыграем Хотя перебор простой Ой, а что на ней такое? Магия Нет, мне не нравится, как я играю То есть Лучше бы спел Артем Давай, Степан, лучше ты Давай ту Нашу любимую Гребенщикова, да? С удовольствием Опять в огне? Приобнимем сейчас Полковник Васин созвал свой полк И сказал им, пойдем домой Мы ведем войну уже 70 лет Нас учили, что жизнь Это бой Но по новым данным разведки Мы воевали Сами с собой Я видел генерала Они пьют и едят Нашу супер Лирика, конечно У Гребенщикова Местами Прям ух Ну что, мы куда-то подъезжаем Вроде бы По крайней мере, вижу Что это завод Какой-то Может мне нужно Пойти полежать Поспать Потому что сказали 2к километров Это Это прилично На поезде едем Со скоростью километров Наверное 60 в час Поэтому Это надолго А, я же могу К карте подойти Это будет Конец Наверное Переход к следующей главе Вот на звуке маршрута Тара-тара-тара Трудно назвать себя Религиозным человеком Ме какой-то взял Но сейчас я прошу Всех богов Пожалуйста Храните Аня И пусть долина Излечит ее недуг А пока мы с Алешей Едем в разведку Мало ли какие опасности Таятся в этой дне Похоже на Ме Проверьте, пожалуйста Хотя Алеша По-моему и правда Считает, что там Его ждут женщины Если это действительно так То лучшего компаньона Для этой операции Не придумаешь Угу Значит, с Алешей идем, да? Алеша, Алеша Алеша Ну, они, естественно, пусть отдыхают Загрузились На фа похож Так надо клавиатуру взять И это самое И проверить И это возможность Красиво Ой Генолой, добрый вечер, друзья Запахов не слышал Правильно Ой-ой-ой По тормозам Там петух какой-то на путях Нет, это олень Олень Ну явно олень Ну куда ты прешь, олень? А, цепь, да Цепь развивается Смотрите, как На ветру Понятно Трясет вот разрыв Так она так плавненько Трясется Как будто Масса Ну, то есть Как будто она От ветра трясется А не от того, что Дрезина трясется Короче, цепь по-другому трясется Да, очень красиво Церквушка на горе И горы вдали Видите, там Заснеженные вершины Виднеются Ну, по тормозам, да По тормозам Что Впереди А, здесь вот так даже О-о-о А мы это не вытащим Потом У нас Вообще оборудования нет Чтобы Эй, что Что ты О-о-о Федрить Минус сюда Наше-тое добро Да ладно Будем всплывать Красивая игра, конечно Красивая И такое впечатление Что не до вычитывали Не до это самое Не Не дописали То есть Кто-то Кто-то Немножко Не доработал Во Вообще Очень продуманное Конечно Переходы по главам Разные цветовые Гаммы Хорошая музыка Колорит Именно вот такой Вот наш Национальный Правильные Эти Поступки Ну, то есть В принципе Такие хорошие Добрые Ух ты Дитя леса А ну дыши А ну дыши Пионер Ольга Ольга Ольгу Озвучивает Анька, да? Удобно Ребята Ребята Поймали Твоего друга Или нет Нет Выше Голос Или нет Или она же Просто Приподнято Так говорит Амазоночки Да А вот А вот и Новая Говорят Ой, ребята Тяжело Конечно Замену Да Уже Сразу Подготовили Ну, такая бойка Олень Ну, красиво же Красиво Посмотрите Как красиво Блин, какие краски Классные Сочно Ярко Так Ух Прям И водичка И небо Какое Ох Ну, прям Прям Заглядение Так Ну, я Без Без Сего Даже Если Оленя Встречу Мне Ему Нечего Сказать Так Что У нас Тут Игрушки Арбалет Мое Уважение Такой Ты Весь Вообще В пыли Чем Стрелять Будем Чик Чик Стрелять Нечем Так Ну Не заряжаемся Пока Давайте Осмотримся Тут Чей-то Дневник Сбор Лут Бессмысленный Столько Всего Насобирали Ну Хотя Скорее Все Вернется Сожгу Тут Все К чертовой Бабушке Опа Вот Это Реклама Аэробика 88 Еееее Срамота Блин Блин У кого Были Такие В детстве Санки Еще С разноцветными Такими Возможно Они были С разноцветными Но Сейчас И выцвели Все Саночки Не самые Конечно Козырные Потому что Удобнее Было Именно Лежа С горок Спускаться То есть Ты должен был Вот эту верхнюю часть Убирать И вот Чисто на этих Санках Такую скорость Они бешеную Конечно Развивали Я помню С горки На Воркутинской ТЭЦ Там такая Горочка Метров Ну чтобы не соврать Метров 120 наверное И там Просто Ты выезжал В конце Уже Километров 40 в час Еле на санках Тебя переворачивает Класс Я помню Свалился В этот В ров В воду Приключений Было До сих пор Есть Говорят Да у меня И сейчас Есть Говорят У меня В точности Такие же И я С них Снял Спинку Да Вот это Любишь Рисковать А как Язык Прилипал К этим Ну это Да Опасные На самом деле Они остренькие Такие Сейчас Такие Наверное Не выпускают По причинам Гуманности Лучше Пластиковые Делать Что Ну Я точно Прилипал К ним Языком Ну прям Точно Прилипал Языком А кто Не прилипал Если ты Мелкий Тебе же Надо Попробовать Это еще Не самый Плохой Вариант Потому что Ну саночки У них там Металл Не такой Не такой Плотный А вот Если ты На остановочке На Воргутинском Морозе Там Минус Не знаю 35 То Очень Долго Придется Размораживаться Да Хорошее Детство Было Сейчас Все На ватрушках Надавных Катаются На Ньюфаге Ну Каждому Новому Поколению Конечно Все В этом Плане Все Меньше Меньше Рисков Здравствуйте 86 Блин Два года Было Когда этот Плакат Выпускали Мародеры Так Будет Будет С каждым А этот Уже Парочку Шмоток Подрезал Что Там У нас Насильник Написки При Это Самое При Шпигованное Рядом Иконочки Православненькая Я слышу Там Кто-то Ходит Но Я Хотел Просто Эту Картину Заценить Что-то Было Вроде Пожалуйста Бутылку Подрезал Эй Новая Заметка Бандит Это Территория Берегового Братства Убирайся Или Поплатишься Жизнью Как остальные Смерть Чужакам Смерть Чужакам Теперь У меня Есть Стрела Детский Лагерь Солнечный Блин Это Прям Ух Реально Хорошая Там С собакой Кто-то Воюет Эта Игра Вот Грамотно Конечно Они делают Старые 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 вещи Которые Нам До боли Знакомы Всякие Игрушки Всякие Там Атрибуты Так скажем 90-х годов Середина 90-х Двухтысячных 80-х 90-х В данном случае Ну когда еще Пионерские лагеря Вот эти вот Детский лагерь Солнечный Наверняка Те кому за 30 Они успели По По лагерям Тоже Где-то Где-то были Особенно Те кто Вот Я Не помню Солнечный Кажется В Орленке Когда 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 Дали поездку За Да Просто так Дали Естественно Вот Там тоже 7 лагерей Один из них Называется Солнечный Вообще Типичное название Для лагеря Че будем делать Изявы Проверяй Так Кого спасать В Солнечном И в Березке Был Центрон Ну вот Пожалуйста Так Надо снимать Это тоже Мародеры Похожи Арбалет Оружие Весьма Нескорострельное Как вы понимаете Поехали Тем Кому За 50 По лагерям Испели Да Я имею ввиду Тем Кому Больше Чем Хотя Наверняка Сейчас Тоже Может быть Даже Ну уже Не пионер Лагеря А детский Лагеря Гораздо Более Цивильно Там Наверняка Кто-то Пробежал Просто Я подумал Что волк Но слишком Мелкий Для волка Кто-то Там Заяц Что-ли За мной Бегает Реально Кто-то Прям По пятам За мной Бежал Может Это обезьянка Это босс Из секира То есть Выход на берег Давайте Проверим Пахнет Опасностью Я только Срезал Немножко Хорошим Надо вернуться Проверим Что здесь Явно Есть Что-то Кар 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 Детский Здоровительный Лагерь Солнечный Так Вот Чем Занимались Весьма Взрослые Дети Внимание Территория Храняется Суками С Собаками Ближайший Травмпункт Находится По адресу Красиво Красиво Это Очень Убедитель Владимир Ильич Владимир Ильич Мы идем Как же В пионерских Лагерях Без Без нашего Замечательного Вождя На руки Которого Традиционно Сидит Ворон Блин Вот за это И И С трубой Пионеры Ой Молодцы Молодцы А девочка С чем С голубем Мира Конечно 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 Блин Да Ленин Владимир Ильич Ну Традиционно Мы обещаем Книга Неубиваемые Подставки Для книг Неубиваемые Вот такие Как называется А там Солнце Садится Садится Хорошо Я тут Попутно Собираю Детальки Открываю Открываю Лутаем И Конечно Детские Рисунки Вот эти Вот Незабываемые Пионерской Комнаты Ясно Наверняка Тут еще Масса Отсылок Каких-нибудь Посеем В пору Соберем Что? Повидло Гору Яблочки Давайте Пройдем Эй Эй Я свой Оружие Опустил Все Нормально Так Похоже Мне не рады Но мне К ним Нужно Так Ну Похоже Мне Имеет Смысл Как-то Обойти Этих Этих Врагов Ух ты Какое Дерево Видели Здесь Можно было Где-то Прятаться Такие подставки Используются Сейчас Машинисты Расписание Ставят Перед Глазами Тут На карте Есть Плохие Хорошие Так что Не всех Надо Мочить Так А сюда Библиотеку Я не Заходил Ничего себе Библиотека Там Змеи Противогаз Кстати У меня Не забрали Это Радует Библиотека Место Опасное Как вы Понимаете Тут Радиация Змеи Это Ты Сука Пропил Страну Любой Зомбарей Может Встать И Пойти Поэтому Желательно Конечно Вот Этот Выглядит Живым Достаточно Поэтому Ай Змея Я понял Тебя Снэйк Ой Быстро Заряжается Все равно Очень Быстро Заряжается Так И зачем Я сюда Скажите Пожалуйста Пришел Чтобы Шатать Змею Тут Был Конечно Какой-то Лут Я думал Я думал Хотя бы Хотя бы Книгу Какую-нибудь Что-нибудь Прочитать Раз Библиотека Надюшка Надюшка Да пошла Ты Сука Мы не знаем Надюшку Поэтому Не можем Не подтвердить Не опровергнуть Эту информацию О-ля-ля Не останавливайтесь Что Ну Видимо На достигнутом На Но тут Написано Проэйтоном На пропитанном На Про Не знаю Как точно Так Я вижу Крыс Я вижу Чемоданы Тоже У каждого Пионера Должен был Быть Чемодан Неубиваемый Мне Отец Свой старый Задарил Просто Находка Куда Угодно Он держит Любой удар И можно Ушатать У него Много Всего Помещается Не знаю А На Прочитанном На Прочитанном На Прочитанном На Библиотеке А что еще Может быть Написано В библиотеке Конечно же На Прочитанном Спасибо Спасибо Пацаны Вы не дадите Мне Деградировать До самого Конца Учитель Смотрите Дневник Вот так Выхин и туча Не вернулись Гасовцы Должны были Довести Их до райцентра Но Похоже Надо было Просто Запретить Им ехать Но тогда Я тоже Все еще Надеялся На эвакуацию Хотя Какая там Эвакуация Если по радио Одни Помехи Помощи Ждать нечего А с другой стороны Нужна ли она Нам Это помощь Долина оказалась В стороне От ударов Даже осадки Нас не зацепили По счетчику Фон нормальный Даже под водосточными трубами Хорошо Ребята хорошо подготовлены Не зря мы проводили Столько времени В походах Научить их Охотиться Будет несложно У нас есть Все самое необходимое Остальное Да будем сами К черту сомнения Будем решать Проблемы По мере их поступления В первую очередь Выживание Я не помню Где Где я Слушал историю Возможно В одном из разведопросов Какой-то из историков У Пучкова Рассказывал Про то Как Что было С детскими лагерями Точнее с детьми Когда война началась Потому что Ситуация очень похожая То есть Есть дети У которых рядом Родителей нет Есть небольшое количество Взрослых И Нет Кажется не у него Где-то в другом месте Может даже читал Что-то Даже читал Понимаете Даже читал В общем Это трагедия Просто Потому что У них там Как правило Лимитированные запасы На все Взрослых Очень мало Самостоятельности Вообще никакой Да Вот Тут Лор Конечно Внучок Я согласен Гораздо Более Ну Не трогательный Скорее тяжелый Потому что Ну реально Понятное дело Что здесь Это не стратегически Важный объект Сюда Как правило Не прилетает Ничего То есть Если вы находитесь В летнем лагере Где-нибудь там Вдали От Вдали От Крупных Городов То Может даже И не будут Целенаправленно Бить туда Но учитывая То что Вся инфраструктура Ну если Есть какая-то Инфраструктура Она в любом Случай Питается От Близлежащего Там Центра Гидроэлектростанция Атомная Электростанция То соответственно Тут не будет Никакого питания Ну в смысле Электроэнергии Соответственно Проблемы С Сразу С водой Ну по крайней мере С Никакого Отопления Но здесь У них По крайней мере Природа И живности Много И вода рядышком Обычная Поэтому Выжить тут Реально можно Но Меня больше Беспокоит Именно такая Психологическая Сторона Момент Потому что Большое количество Людей Детей Просто без родителей В такой ситуации Просто с вожатыми Я у тебя давно Спросить хотел А пионеры Ой тут еще Они что Они не умерли Тут они видимо Как-то организовывали Организовались Пионеры же У нас с самого начала Вы вытащили И там в диалоге Был пионер Учитель? Учитель хотел Чтобы мы защищались А Ну не помогает же Вон опять бандиты В деревне появились Да еще наши чужака Какого-то непонятного Поймали Забыли значит урок Пора напомнить Потому мы В дозоре Поймаем этих гадов Пару новых пугал Сделаем Надолго Хватит Ну ладно С бандитами ясно Они такое у нас творили Но новый чужак Этот на бандитов Не похож Так Понятно Ну не знаю Короче тут Я не знаю как мне пройти Видимо стелс Видимо надо окружать Оглушать точнее Как то Ну в общем Учитель Судя по тому Как они о нем говорят Он скорее всего Уже все Он уже скорее всего Гуф Но О нем Как вы понимаете У А сколько Интересно Время не прошло С момента Начала Войны Что они явно Так Могу ли я Мод поставить Какой-нибудь Инвентарь не открывается 20 лиц удара Жуть Да Как же народу тут много Блин Как их много Блин Человек 5 Олька Клевая Блин я не пройду там Не убивай Да я пытаюсь Тут Я не знаю Куда мне бежать Поэтому Поэтому Пытаюсь обойти Как-то Но нам По сути Нужно добраться До До того Кого поймали Я не знаю Алешу Наверное Изловили И где-то Его держат Здесь Забаррикадированы Пользуюсь Ой Меня заметили блин я не знаю куда куда идти там просто стоял он боком и и тут везде вот эти вот развешены штуки ну и как мне стан сначала этого вырубить его там дверь есть может можно пройти ну к тому я никак не пройду ладно давай так все и по я понеслась на этом стелс наш закончился наверняка ему как-то залезть не знаю я заметил окей хочешь поделать давай попробуем поменять он такой же уже не кота высматривает че ты высматриваешь кота но не хочет не пойдет так давайте все у нас стоял с действительно можно признать а видит меня то вижу его на неудобно целиться конечно капец сколько их сколько мне еще но этом запас вообще колоссальный можно спокойно стрелять на вышке еще один блин ну стелс а что вы хотели а и мы типа вот отсюда пришли должны были прийти если не ну все вернулась на круги своя одно болта хватает в принципе даже не обязательно в голову сдается хорошо где-то сдаешься скажи мне друг сдаешься да ну давай посмотрим раз не стреляю я плохо стреляю так еще один там а то я помню оставлял она собираем с них базовым но они взяли нашего чего я попытался конечно так базовым но но вы видели сами они стоят засаде и ничего не сделать обходим собираем пять баночек у нас в запасе огурчики с собой к сожалению не взять ну я тут весьма поверхностно оббегаю потому что там счете трупы искать поднимаемся наверх на дозорную еще выше можно кажется помехи какие-то мак и на скану о темочка ты так находки мы выросли из этого лагеря как выросли из детских игр и теперь уходим в лес клянемся стать лучше сильнее выжить в новом мире почему запятую поставили вперед и выжить я не смотрел трейлер звездных войн так ну вроде все вот это вот колокол не числом оружие блин тут нельзя так спрыгивать тут же только по лестнице иначе никак и спуск вниз если держать кого-то то в подвале так может быть чем можно было поменять давите тут с прицелом с прицелом ой какой этот прицел ночного видения замызганный но рабочий а с этим можно было бы уже по осталось проходить сейчас прыгнула потом как мультиках сделать шаг назад но я постарался да возможно там уже одна нога была так значит темочка темочка это я меня там просили так там я был давайте оббежим выйди на связь возможно у них где-то рация есть батарея в прицеле работает реализм а что 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 там мы же питаем это от нашего портативного устройства если что можно подзарядить так но я уже успел потеряться все вот не знаю куда сейчас идти план эвакуации в случае пожара в лагере условное обозначение при пожаре звонить 01 здесь была западня с отсюда собственно мы начинали наш стелс оттуда приходили спорт это здоровье да вот это типа старт не друзья мне нужно ну по логике должно быть где-то в башне то есть скорее всего я в башне пропустил что-то ценное скажем наверху потому что там там же не только журнал может быть правильно вот еще лестница альтернативный наверное спуск слэш подъем да если у людей рация то она должна находиться где-то все таки для хорошего приема повыше ну блин я же здесь был видимо пропустил тем более здесь включился включилась тема из серии позвони позвони выйди на связь ну нету здесь ничего а о все вот что я пропустил логика все-таки победила ой 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 это мутировавший медведь или кто это какой-то это зверь огромный впереди да ну он как бы явно не френдли и явно его этим болтом не остановить целая стая волков так типичный продуктовый магазин вентилятор весы блин как красиво смотрите и сзади будет болен прям бегают как надо стайками ладно нет бегаем не кажись я к этой сторожечке побежал сразу же тут вроде обжитым и карта на ух ты на вон куда мне нужно ничего себе типа по дороге но безопаснее мне кажется все таки отсюда отыгрывать ну сожрали бы мне эти волки я бы не добежал до туда тут целый датчик движения слышите как олени берем арбалет нормальный велосипед трехколесный атмосферник в лесу да в лесу очень хорошо в лесу очень вот это можно срезать ну что там берегу как кажется мне путь вообще заказан впереди вижу пещеру все детства мечтал в такой хижины на дереве для кого ману сейчас свистит кто-то дон френдли привет мужик черт ой вроде хороший был с бутылкой видите о это не раков варят красиво так у него же вроде пушка какая то была оооо дробовичок нет это это скорее револьвер такой и патронов сразу пол сотни класс ну как бы как говорится добрый вечер бухгалтерская книга Дневник алхимика. Плохо горит, надо перегнать. Скипидар не хуже бензина будет. Черт, болит как. Бак лопнул, все морда обожгло, бровей нет. А, он гонит. Я думаю, что он пытается сделать? Получилось, 2 литра выгнал. Горит, закачаешься. Есть лучший вариант. 4 части топленого жира, 5 частей скипидара и 1 воска. Нормальная расплеска, ведь хорошо прилипает, горит жарко и не тухнет. Да нет, нет. Нет, это он горючая смесь какую-то гонит. Но, видимо, и... И прикладывается. Да, горючая смесь, это все-таки молотово, типа. Классно. Блин, такие проработанные, конечно. Локи пошли. Там наверх, кажется, был подъем. Я видел лесенку наверх. Есть. Попытно, что там. Что-то направо, чувствую, это что-то вроде уже прохода дальше. А здесь... Что-то в игре не предусмотрены альтернативные проходы. Думаю, что здесь тупичок просто. А хорошо он здесь, смотрите, себе оборудовал. Ой! Это тупик, но... А, не, можно назад вернуться. Ну, короче, смысл в том, что... Вот у него чашечка, вот у него покрышка, резина. Можно сесть, можно облокотиться под березонькой. И так понаблюдать за закатом луны или за восходом солнца. Уж не знаю, что он здесь наблюдал. Хорошо тут алхимик обжил. Все. Красиво. А, и вот он, собственно, аппарат перегонки. А ты его убил. Ну, слушайте, ну а... Он сам начал? Так, дальше проход в шахты в какие-то... Уж не знаю... Чего мне там ждать? Ну, понятно, что грибочки можно пособирать с них. Было... О, а до этого... Ну, то есть, если вперед прошел, уже кнопка пропадает. Змей. Будь осторожен, юный падаван. Похоже на то, что ты добывал. Ага. Ну? О, жмем, жмем, жмем. Клешный сломал. Просто трагедия для краба. Нормально, подрезали. Можно было догадаться, что этот тупик... Неспроста. Смотрю, как я проработал... Смотрю, как проработана локация. Прям верится. Чувствуется, что были самые пионеры. Дети, им их тяжело, грустно. Да, громозека. Ох ты, ё-моё. Смотрите, тут дальше открытое пространство, которое, во-первых, сразу говорит о том, что... А может быть, здесь кто-то большой будет? Ну, чтобы у меня была возможность побегать. Поэтому я прохожу сначала бочком. А, я, собственно, вышел туда же, откуда, да. Можно попробовать сверху вернуться туда. Серьезно? Меня просто вынесло... А, да, извините. Я забыл, что здесь нельзя плавать в игре. Бум-бум-бум-бум-бум. То есть, очень странный, на самом деле, проход. Видимо, мне... Видимо, мне необходимо... Хотя, можно, может, вот здесь бочком пройти. Потому что, насколько я помню, мне нужно по дороге, да, выходить на этот... По левую руку, да. Но здесь вокруг живности. Могут и чуят, могут и слышать. Пинсквик. Ударение надо ставить на все слоги и все. Ну и чуть-чуть хрипаться и добавлять. И получится такой эффект. Так, новая метка на карте. Это что за меточка у нас? Так, это у нас лагерь. То ли звериё, то ли... А, это просто пещера. Е-мое, паучки. Кто-то тут явно жил. Блин, вот это больше напоминает Скайрим, конечно. Какой-нибудь. То есть, идёшь... Ну, в Скайриме гораздо больше этих ивентов. Блокнот. Товарищ Сталин, товарищ Ленин. Читаем ещё один дневник. Пыльная тетрадь. А они не понимают. Ничего не понимают. Даже Ромыч такой же болван, как и остальные. Мы живём в лесу. В лесу, значит, должны быть в мире с природой. Волки хозяева этих мест. А мы пришли сюда и убиваем их дичь. Конечно, они будут защищаться. И какой мы имеем право их за это винить? Но я не такой, как все. Волки это знают. Волки меня понимают. Вместе мы им докажем, что дружба с природой — это единственный путь. Е-мое. И фоточка волка у него, и игрушка собакена. Слоники не в тему, но чуть-чуть бывает и такое. Ну вот он, вот-вот он, видимо. Вот он. Дружбан волков. Блин! Твою налево! Твари. Отдернулся прям немножко. Вон там вожак, ведь. И волки такие, здесь кто-то есть! Ой. Ой-ой-ой. Мне нужно что-то более скорострельное. Блин, они заберут сюда? Или нет? Что, волки позорные? Давайте! Нападайте! Блин, я спущусь, нападут. Бегают. Путь ищут. Я вижу, сколько сарядов в пистолетах. Винтовочки. Три. Я бачком-бачком. Сзади этот здоровый. Ох ты, блин. Нет! Блин, ты... Какой же косой-то, а? А, он живучий. Какой косой! Хилки нет. Блин, какая луна. Ё-моё. Их очень много. Ты кто? Ты свой? Чужак, иди своей дорогой! Я тебе не враг! Стреляй! Я смерти не боюсь! Учитель, иду к тебе на последний экзамен. Я готов. Какой экзамен? Ты не трусил? Не будешь стрелять? Нет. Правильно значит, говорят. Не все чужаки злодеи. Вон и Олька вашего защищает. Говорит, нельзя его без лесного суда к столбу. Он тоже вроде ничего нормальный. Ты спеши, сможешь ему помочь. Только прошу, не убивай наших. Они хорошие ребята. А-а-а! Просто нам слишком часто приходится защищаться. Угу. Хорошие ребята, да, значит? Понятненько. Да он рыбак просто. Понимаете, ловит. Тут рыба наловила уже. Она тут тухнет. Так, пыльная тетрадь. Потерянный дневник. Вот. Не могу больше. Просто не могу. Лучше я сам. Проживу как-нибудь. Рыбу ловить буду. Грибы есть. Думал, один раз выстрелю и хватит. И я его не убивал. Глаза закрыл и нажал. Все равно все стреляли. Но больше не могу. Они требуют. И говорят, что трус. А я просто не могу убивать. Я не убийца. Пионеры. Понимаете? Пионеры. Бедолаги. Блин, близко они. Не пионеры, а собаки. Мне вообще направо нужно как-то уходить. А я оттуда типа пришел. Мне кажется, я должен как-то вон туда дальше пройти. Тихо. Может лодочка есть какая? Лодочка убита. Туда, видимо, как-то можно пройти. По краешку вряд ли. Может наверх забраться. Там лестница похожа. Вот там горят, видите, огни. Да, реально есть лестница. Я ее в прошлый раз и не заметил. Артем, Артем, давай. Я стоял спиной к волкам. А лестнику-то и не заметил. Несмотря на то, что здесь два факела просто горят. Это был пионер. Мне только в октябре-то посвящали, когда пионеры уже Советского Союза не было. Продвигаемся дальше. В общем, поверх Инсквик. Да. Можно спускаться. Можно, наверное, проверить. Не, здесь тупик. Поехали дальше. Ну, конечно. Поймали все. Панеры. Ну, снимаем ее тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Э, панеры. Вы чего? У нас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, осетка моя. Ясно? Ну, а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты, небось, зассал. Кто зассал? Вы же пираты. У вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все. Это чужак, значит, враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них. Забыл? Слышь, ты. Умный и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал. Забыл, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умирать. Ооо. Да, это явно мутировавший медведь. По носу видно. Медведь. Мы время даром не теряем. Так, ну что у нас тут? Этот минус. Этот минус. Угу. Пока ты тут от Димитро играешь, Сокол в PUBG Руни. Ну, мы сейчас заканчивать будем, потому что уже больше трех часов. Нормальная часть получилась. Тем более я начал уже так скипать. А тут, знаете, в чем прелесть? Во-первых, меня эта часть очень порадовала, потому что случилось много. И несколько разных локаций, и классные моменты были, особенно в поезде. За Бориса Гребенщикова, конечно, тоже большой плюс. И за гитарку, и за песни, и за трагедию с Анькой. Пионерой тоже целая прям история. Любопытно, что с учителем стало в результате. Может быть, он живой еще. Мишка убег. Да, Мишка убег. Они только его ослепили немножко. Он, видимо, огня боится, раз они сразу про зажигательные рассказывать начали. Вот. А, здесь можно сразу же, да? Поехали нам по метке туда. Да, нам явно сюда. И очень красивые локи, конечно. О, рюкзачок мой. Да, тут у меня схронщика. Изолента синяя, все есть. Блин, светит так еще. Все-таки учитель минус. Наших защищал. Не ссал. Девочек не обижал. Учитель, я пришел. Можно я... Да. Ладно, посмотрим, что у нас можно поставить на... Да, все можно поставить. Сейчас мы... Снайперский приклад. Удлиненный ствол... Пожалуй, оставлю. Пожалуй, оптику. Барабан получше. Почистить бы, но верстачка нет. Так, надо было еще посмотреть, что можно поставить на этот. На арбалетерс. Приклад другой. Средний магазин. Магазин несколько утяжеляет оружие по сравнению с малым, но вмещает три болта. Ну, на тяжесть... А, точность и стабильность. Это, конечно, нужно. Открытый прицел или ночной прицел? Ночной прицел все-таки. Так, и... Стоп, последний раз. Sorry, что вышел. Тут можно сделать арбалетные болты. Ну, их у нас много. По штучке на материал. Да, 200-200. Прикольно. Ну, я птичку, естественно, сделаю. Тем более, я бит. Тут явно по столсу от меня хотят. Точно. Пошли скорее тогда. Пошли. Только как вы его проморжали-то? Да, что ты хозяин? Он же умеет тихо ходить. Ну, отвлеклись мы. Там еще один чужак ловушку попал. А Женька убирает? А, Рад начал, что для добычи его. Так, как мне сдаться лучше? Еще один. А он, как ты умолчала, что у него работа. Да, что ты, где он, чужак-то? Да, там и висит, если хозяин не добрался. Тогда, тем более, скорее надо. Да, они должны мимо пройти, типа, раз-два-три-четвертый. Непонятно. Заманипулированы. Уже учитель экзамены сдает. Говорят. О, он полит. Изи. А, это его дневник. Да, это его дневник. Да, я понимаю. Хорошо историю подают, конечно. Хорошо историю подают. Сейчас. Где этим? Блин, хорошо, что вы это самое метро отвели. Во! Во! Он тоже на бандита не похож. Его после лесного суда отпустят, наверное. Да и Ольке он, похоже, понравился. Она вожатая. О, Олька вожатая. Точно. Это Ольку видели, когда она купалась. Сейчас познакомимся. А, Олька та, которая нас вытащила, видимо. Так, ну все, давайте по стелсу. Они реально тут не виноваты. Ну, то есть, уже такие взрослые пионеры. Учитель попытался им внедрить всякие полезные для выживания. И для, что более, наверное, еще важно, чтобы у них не развалилось тут все принципы, как какие-нибудь, ну, типа там, добро, не убей и так далее. Я помочь хотел, сорвется же. Да ты помог уже один раз. Хорошо руку не оторвало. Ну, подумаешь о жизни. Что ты, теперь чужий тут сидеть? Чего я? Же учился за тебя, учал. Блин. Как же мне быть там? Важное дело, тропу охранять. Чужак не один пришел. Чего думаешь, я ловушки вставлю? Ну, я так и понял. Как же мне обойти-то этом? На входе тоже ловушкам. А в пещере? В какой же пещере? В пещере. За озерковку, если... Она к самому лагерю выходит. Рассказывает, куда идти. Не успел еще. Ну, закончу, потом дальше потрапляю. Где пещера? Мне кажется, пещерка я просмотрел. Так, надо попробовать пройти. Болтон находка для шпиона. Да, 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 да. Я не вижу пещеру. Карты пометили, наверное. Да, по левой руке все правильно. Грит здесь. Вот она. Так, в пещере. Змеи только. А, нет, смотрите-ка, растяжечка есть. О, пара модов на арбалет. Здесь можно посмотреть, что это за моды. Потому что арбалет, похоже... Ох, блочный лук. В этом луке плечи сгибаются с помощью системы блоков, что позволяет увеличить скорость полета болта. Ой, стоп. Опять нам. Змеек. И мы прям к лагерю выходим, да? Отпустили уже. Убежал он. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Сами вы достыте. Нам впереди человек. Надо как-то спуститься куда-то, как-то обойти. Может быть, вот здесь. Потому что впереди как-то все... Ну, впереди много народу. Если мы прям по столу хотим пройти и лишнего пионеров не убивать, бедолаг. Вижу, вижу этого. О, боксирует. Ух ты. Еще пара модов. Так, здорово ругаются взрослые дети. Да-да-да-да-да. У них прям речь хорошо адаптирована. Очень хорошо адаптирована. Он же не бандит и девчонок не обижал. Не трусить. Своих защищать, девчонок не обижать. Блин. По заветам учителя живут. Видимо, учитель умер довольно давно. Возможно, даже на старте. Потому что то, что он успел им привить, собственно, то они и помнят. И наказал, видимо, строго-настрого. И вот они как бы тут. Не обижать. Вот так. Не трусить, защищать, девчонок не обижать. Угу. Это я до ночи так писать буду. Мачта тебе взад написан и корабль нарисован. Ну, вроде не спулинничает. Пам-парам-пам. Да, вижу, там на дно справа. Книжки читают, писать учатся. Этот стучит. Этот пол-лагеря проснется. Без это самое... Хотел сказать без штанов, но я штаны-то с них не спускаю. Все нормально должно быть. А я мог, видимо, оттуда-сюда по-быстрому, если бы... Ой, наверху один. Подняться, видимо, нужно. Кто там? И шутки, видите, такие тоже. Лагерные. Хорошо. А, он ворону учит. Кто там, кто там. Мое свободное время. Как хочу, так и трачу. Хорошо. Блин. Ну что, мы вроде как прошли. Лагерь там. И новая меточка на карте. И зверь впереди. Нам. Ну хорошо. Дакс. Снейк. С... С... это на что такое так какой-то дневник потрепанное письмо люда я не особо надеюсь что ты найдешь это письмо но все же положила на месте последнего разговора не возвращайтесь где бы вы ни были хуже чем здесь быть не может я думал вы ошибались думал пожалеете но отказавшись тогда стрелять вы не стали трусами вы остались людьми а вот мы выстреливши выстрелившие мы думали что стали сильнее взяли справедливость за рога и поставили в стоило а на самом деле стали чудовищами маратюры приходили часто мы воевали с ними столько сколько я себя помню понятно убивали сколько могли меня это никогда не волновало но вырезать сдавшихся всех до сих пор пытаюсь отмыть руки от крови и песком и и залу никак не знаю что со мной сейчас я очень жалею что не ушел тогда с вами то есть часть пионеров покинула лаги отказавшись стрелять там сокол скучает ждет давайте ладно хорошо нет нормально сегодня я я думал начинается или не начинать но смысле не продолжать не продолжать потому что игра на старте меня немножко расстроила но эта часть может дело в что перерыв небольшой но мне кажется что он просто сейчас развитие идет истории интересные локации мне понравилось мне эта часть понравилась наверно больше чем все все предыдущие потому что ну по совокупности факторов и хорошие уже диалоги и хорошие шутки ну и такие же сильные стороны типа графики хорошие озвучки локации новые интересные истории с пионерами тоже прекрасно и она еще не закончилась мне кажется что учитель какие-то еще следы оставил то есть понятно что-то вроде наследия у него есть но может быть он еще жив например или объяснить обе будет объяснено как он умер тоже любопытно поэтому продолжим с вами ориентировочно завтра вечерком хотя завтра суббота может быть даже чуть пораньше спасибо большое за то что смотрели на этом метро сегодняшняя шестая часть завершилась увидимся с вами надеюсь ну на паближи понятно что сейчас продолжится трансляция но метро ориентируемся на завтра всего хорошего пока